Будут звучать примерно так же? Ну, примерно, примерно, да. Ну, тогда начинаем. Давайте, так, сейчас я... Окей, dann fangen wir an. Окей, перфект. Dann herzlich willkommen, Boris Scheutthoff. Boris Scheutthoff. Genau, а es geht schon los. Я рад приветствовать всех. Ich begrüße herzlich alle Teilnehmer. Благодарю за предоставленную возможность присоединиться к вашему обществу. Und bedanke mich für die Möglichkeit, dieser Konferenz beizuwohnen. Буквально пару слов о себе. Ich möchte ein paar Worte über mich selbst sagen. Как вы уже слышали, меня зовут Борис Scheutthoff. Я живу в Израиле. Also, Sie haben schon mal mitbekommen, dass ich Boris Scheutthoff heiße. Ich lebe in Israel. Also, die letzten fünf Jahre meines Lebens habe ich eine Methode gewidmet, die heißt CEST. Das wird also in der englischsten Sprache, das wird ein Zeichen wie Sequential Energy System Tuning. Das wird also in der englischischen Sprache, das wird ein Zeichen wie Sequential Energy System Tuning. Das wird, наверное, перевести, als последовательная настройка энергетической системы. Es geht um die abstimmung des Energie Systems. Этот метод не является чисто кинезиологическим, но когда он развивался, методы прикладной кинезиологии использовались для верификации результатов. Но методы прикладной кинезиологии использовались для верификации результатов. На самом деле, этот метод представляет собой органическую комбинацию между концепцией классической китайской медицины и концепцией краниосакральной терапии. Краниосакральная терапия – это одно из направлений в остеопатии. Я думаю, что многие с этим знакомы. Сегодня мы будем говорить о так называемых чудесных сосудах. Об их динамической существе. Говоря о динамике, я прежде всего подразумеваю внутритканевое движение. Прежде чем мы углубимся в тему, я хочу немножко остановиться на исторических моментах. Прежде чем мы начнем с этим тема, я хочу рассказать про историю. Мне кажется, важно, если мы обращаемся к каким-то древним традициям, таким как китайская медицина, быть знакомым с историей вопросов. Для меня кажется, что если мы продолжаем традицию, то мы должны обязательно знать о истории этой вопросе. Поэтому немного терпите цифры, даты и имена. Итак, ци цинь ба май или восемь чудесных сосудов. Восемь чудесных сосудов в традиции китайской медицины представляют собой систему пространственной организации внутритканевой подвижности, которая отличается от системы основных каналов или цинло. Борис, извините, еще раз, пожалуйста, повторите сначала предложение. А у вас не видно презентации моей? Видно, видно. Восемь чудесных сосудов, которая отличается от системы основных меридий, которые называют цинло. Надо сказать, что на протяжении всей истории развития китайской медицины существовало большое количество мнений о природе, расположении функций и симптоматике нарушений этих сосудов. И надо сказать, что до сих пор специалисты спорят и не пришли к единому мнению на эту тему. И до сих пор пока нет никакого мнения о природе. То есть, это будет всегда об этом говорится. Само название чудесный, вот как этот иероглиф, который мы видим, ци, переводится как необыкновенный, необычный, странный, удивительный. То есть, на самом деле, я не знаю, как это звучит на немецком, но в слове чудесный речь не о чуде, а о необычности. Есть такой классический древний трактат по медицине, Нан Цзин или трактат о трудностях? Так вот, в 27 его главе говорится следующее. Среди сосудов имеются 8 таких, которые называются чудесными каналами и они не связаны с 12 каналами основными. Каковы они? Ответ имеют следующие чудесные сосуды. И дальше перечисляется Ян-Вэй, Ин-Вэй, Ян-Зяо, Ин-Зяо, Чун, Жень, Дай, Ду. Ни один из них не образует пару ни с одним из 12 каналов. Поэтому они называются чудесными или необычными сосудами. И дальше будут эти февраля, Ян-Вэй, Ян-Зяо, Ин-Зяо, Чун, Жень, Дай, Ду. Никаких из этих 8 февраля образует одни из 12 каналов. Поэтому называют себя нынешными, нынешными или универсальными Канэля. Область клинического применения чудесных сосудов на сегодняшний день очень обширна, начиная от постурального дисбаланса и заканчивая хроническими заболеваниями и психоэмоциональными нарушениями. Также чудесные сосуды играют ключевую роль в различных практиках, так называемой внутренней алхимии или нейдали. Это традиционные практики психодуховного развития и самокультивации. И самокультивации. Ну, саморазвитие. Усэпсэнтфальтунг, ассэпсэнтвиклунг. Первые упоминания о чудесных сосудах мы находим в таком классическом трактате китайской медицины, Хуандин Айцзин. Вот в следующих главах, которые перечислены на слайде. Хуандин Айцзин, трактат «Желтого императора о внутреннем». Ну, это достаточно известные, так сказать, труды, которые переводились в том числе и на немецкий неоднократно. В качестве, скажем, есть замечательный перевод Пола Уншюльда на немецкий язык. Да, так что тем, кто заинтересован, они могут это найти. Значит, впервые методы работы с чудесными сосудами описаны были еще в 13 веке. ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНЫМ ВРАЧОМ ТОГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ. ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНЫМ ВРАЧОМ ТОГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ. И в этом труде он описал восемь объединяющих точек, которые позволяют комбинировать чудесные сосуды в известные в настоящее время пары. ДОСТАТОЧНО ИЗВЕСТНЫМ ВРАЧОМ ТОГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ ТОГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ. Проблема в том, что он не связывал эти точки напрямую с чудесными сосудами, а указывал на их эффективность, потому что они находятся на пересечении основных каналов. НОВДАГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ ТОГО ВРЕМЕНИ ДОУХАНЦИНОМ ХОВАНЦИНОМ КЕВЕСТИНОМ, Однозначно с чудесными сосудами связал другой врач, Сюфен, уже в 15 веке. И в своем труде он использовал эти точки для некого метода расчета их доступности в связи с с календарем. Этот метод до сих пор известен. Он называется 8 методов таинственной черепахи. Но наиболее детальным трудом, который описывает как Траекторию, так и симптоматику чудесных сосудов, является книга Ли Ши Чженя. Она называется Цицин Бамайкао. Я не знаю, есть ли перевод на немецкий, но на английский есть прекрасный перевод этой работы. Это работа рассматривает чудесные сосуды с точки зрения акупунктуры, траволечения и внутренней алхимии. И наиболее детальная работа, то есть сама уже техника, описана в известном труде, он переведен на многие языки, и Чжен Цю Дачен или большие достижения акупунктуры. Но на этом мы практически с историей закончили и со сложными именами тоже. Значит, надо сказать, что применение в лечебной практике вот этих самых чудесных сосудов до эпохи династии Мин было не популярно. Даты этой династии вы видите? Значит, до Ли Ши Чженя, автора этого большого труда, который я упоминал, чудесные сосуды считались резервной системой, в которую отводится излишек Ци в случае ее избытка в основных каналах. Отечения. До того же к İşteю цели, вока использовал лишний ци динплсологическую нам venues, все эти сб deposits излишек Ци как цив entendительные ресервные системы. Д CV сп. месяц довольняем при больших откaturтов в нашемitte period. В своей работе Ли Ши Джен изменил эту концепцию, предложив рассматривать двунаправленную динамическую роль чудесных сосудов. А дальше можно, Борис? Чудесные сосуды принимают на себя нагрузку, а в случае недостатка в основных каналах отдают динамический импульс на периферию тела. При динамическом обслуживании тела обнимают эти 8 университетов, но при динамической левой каналах отдают динамический импульс на периферию тела. Таким образом можно говорить о базовой регулирующей функции чудесных сосудов. В случае избытка в основных каналах излишек Ци поступает в чудесные сосуды. А в случае недостатка в основных каналах Ци забирается из чудесных сосудов и отдается в основные каналы. Но если не в основных каналах Ци, то в основных каналах отдают динамический импульс в основных каналах отдают динамический импульс. Надо сказать, что не все современные специалисты согласны с этим. Некоторые продолжают настаивать, что чудесные сосуды это только резервная система, которая только принимает излишек. Все чудесные сосуды имеют связь с почками. Которые в свою очередь связаны с так называемой Юань Ци и Юань Цинь. Поэтому можно говорить о влиянии чудесных сосудов на все прочие виды Ци в организме. И возможности воздействия через чудесные сосуды на более глубокие уровни нарушения, в частности на уровень Конституции. На этом способе мы behauptем, что эти ажиа урбанных гиперсов все другие арки в нашем теле в нашем теле и что через эти ажиа урбанных гиперсов все эти ажиа урбанных гиперсов на очень сильных стерлинных уровнях. В рамках метода СЕСТ, которые я практикую, такие классические понятия китайской медицины, как ЦИ и ЦИН, демистифицируются. И рассматриваются как вполне физические, ощутимые, пальпатурные и перцептивные феномены. ЦИ или ЧИ, или, как принято переводить, энергия, воспринимается как форма внутритканивации. То есть это не просто какая-то абстрактная энергия, а это то, что мы можем пальпатурно ощутить. Я может выскажу не совсем популярную идею, но на мой взгляд очень многие понятия классической медицины, они неверно интерпретированы. Из моей точки зрения, очень многие понятия классической медицины будут интерпретированы. Прежде всего это касается понятий ЦИ, понятий каналов. Прежде всего это касается китайского медицинского языка, это язык такой закрытой гильдии профессиональной. И если мы не понимаем специфики вот этого общества и языка, то эти термины обычно переводятся неверно. Но я не буду сейчас на этом настаивать, а просто подчеркну, что в той системе, в которой я работаю, эти термины рассматриваются вот именно с тех материальных позиций, про которые я говорю. Так вот, про ЦИ я уже сказал, что это внутритканевое движение. А ЦИ, что обычно переводится как эссенция или семя, сперма, понимается как жидкостная матрица организма. И джинн, это переводится как эссенция, как флессивная матрица из нашего тела. Именно так вы понимаете это в даосских трактатах по так называемому внутреннему ландшафту. То есть внутренняя ландшафт – это описание, если хотите, анатомии, физиологии с точки зрения даосской традиции. Итак, в СЕСТ основные акупунктурные каналы или меридианы понимаются как система продольно-поперечной организации внутри тканевой динамики и, по сути, являются фасциально-мышечными цепями. Also, im Rahmen der СЕСТ-Мethode werden diese акупунктур-канэле или меридианы как системы или перелывающей организации, и они считают, что можно считать, что они как степени фасциальной мускел-кетты. Чудесные сосуды также имеют свой материальный субстрат в организме, и не случайно в названии вот этой структуры имеется иероглиф «май», что переводится как сосуд. Надо сказать, что мое глубокое убеждение, что древние китайские медики, врачи, описывали только то, что они видели собственными глазами. И если они используют термин сосуд, то они подразумевают под этим сосуд. Мы можем посмотреть на примере траектории чудесных сосудов Чунмай или Женьмай. Как это могло выглядеть? На этом слайде вы видите вид изнутри на брюшину. И вы видите здесь в центре сосуд, по сути дела, который идет от мочевого пузыря к пупку. У плода в период внутриутробного развития. Это действительно сосуд, это мочевой канал, это мочевой канал, уракус. После рождения этот канал облитерируется, то есть зарастает. У некоторого процента населения, я сейчас точно не скажу, по-моему 0,3 процента, этот проток остается незакрытым у взрослого человека. И может служить путем малигнизации при раке мочевого пузыря. То есть распространение раковых клеток при раке мочевого пузыря. И если человек от уринблаза болит, то эти кребсцеллы в этот хребет в этот хребет. Тогда мы можем наблюдать выделение из пупка, скажем взрослого человека. Это известные вещи в медицине. Далее. У плода существует печеночная вена, которая идет от пупка, то есть от пуповины к печени, плода. После рождения эта вена зарастает, закрывается и превращается в связку. Лигаментум терес гепатика. Лигаментум терес гепатис. Таким образом, но все эти структуры, уракус и вот эта вот круглая связка печени, лигаментум терес гепатика, это конкретные анатомические структуры, которые повторяют ход, скажем, чудесного сосуда Женьмай. Но эти структуры, которые я использовала, это структуры, которые продолжаются в мае, которые продолжаются в мае, в мае, в мае, поэтому мы можем продолжаться в мае и сейчас нет времени, так сказать, и задачи подробно описывать вот эти анатомические соответствия, но мы можем их найти для любого чудесного сосуда. Лигаментум терес гепатика. Онтогенетически чудесные сосуды формируются раньше основных каналов. И, будучи связанными с Юань Ци, чудесные сосуды контролируют развитие эмбриона и таким образом отражают эмбриональную динамику тканей. И эти анатомические сосуды контролируют развитие эмбриона, и поэтому мы можем также использовать динамику эмбриона. Здесь мы опять сталкиваемся с термином, скажем, Юань Ци, что переводится часто очень неуклюже, как прародительская энергия или генетическая энергия. Но в принципе, если перевести дословно, то мы получим первичное дыхание. Такой термин существует в рамках краниальной концепции или краниосакральной концепции. Это, по сути дела, тот базовый ритм в организме, который возникает в период внутриутробного развития и продолжается до самой смерти человека. В первую очередь возникают чудесные сосуды Чунмай, Думай, Женьмай и Даймай. В рамках биодинамической краниальной модели существует так называемая концепция срединной линии, как проявление направления организующих сил в период эмбрионального развития. В рамках биодинамической краниальной модели существует так называемая концепция срединной линии. И эта срединная линия будет как манифестация в рамках биодинамической эмбрионного развития. Это, по сути дела, направление жидкости эмбриона в момент его развития. И вот эта срединная линия – это, по сути, такой основной динамический вектор, вокруг которого развиваются ткани эмбриона. То есть, опять, это вполне материальный феномен, который наблюдается в период эмбрионального развития. Различают три таких линии, в принципе. Квантовая срединная линия, передняя натохардальная срединная линия и жидкостная задняя срединная линия. И согласно вот этой биодинамической модели, квантовая срединная линия, она генерируется внутри вот этой жидкостной организующей матрицы и является центральной осью, которая ориентирует, так сказать, человека по отношению к источнику его творения. Как это понимать? Вы меня простите, конечно. Ну, скажем, по отношению к той первичной клетке, из которой он развивается. То есть, вот смотрите, клетка, произошло первое отделение, уже есть линия этого разделения. Как бы дальше клетки не делились, вот этот центральный вектор, он сохраняется. Но этот центральный, этот центральный, этот центральный вектор, этот тренн-линия, bleibt trotzdem существовать. И о том geht es. Значит, таким образом чудесные сосуды отражают роль вот этой вот динамической срединной линии и особенно вот эти три. И теперь, если мы возвращаемся к основной регуляторной функции чудесных сосудов, то можно сказать, что в случае избытка ци, то есть в случае избытка вот этой внутритканевого движения, когда вот эти основные каналы, то есть миофасциальные цепи не справляются с задачей поддержания баланса, а происходит какой-то перекос в балансе тканевом. Если эти фазиальные кетки не держатся, то нагрузка передается вот на эти центральные, так сказать, структуры тканевые. И поэтому будут эти центральные геобеструктуры. То есть мы можем себе представить это как мачта корабля и, так сказать, вот текилаш, канаты, которые крепятся. То есть если канаты неравномерно натянуты, то мачта должна принимать большую нагрузку. В противоположной ситуации, когда... Когда существует, например, торможение висцеральной подвижности, то есть подвижности внутренних органов. В результате чего у нас ослабевает тонус мышечных цепей. То центральные вот эти, так сказать, тканевые структуры, они отдают динамику на периферии, нормализуя тканевой баланс. И таким образом мы можем сейчас перечислить основные функции чудесных сосудов. Это, так сказать, их классические функции. Это, так сказать, их классические функции. Первое. Они регулируют ци или динамику основных каналов. Отражают эволюционную динамику человеческой природы, то есть его развитие. В смысле, Борис? Поясните, пожалуйста. Я не понимаю. Отражают динамику развития человека. Расовую принадлежность и гендерную принадлежность. Рассе, ангелорище и гелорище. Будучи связанным вот с этим первичным дыханием, то есть с эмбриональной динамикой, отражают конституциональную предрасположенность к заболеваниям. И потому что эти ци фейсы с пианцией, то есть с эмбрионами, то есть с эмбрионами, то есть с эмбрионами, то есть с эмбрионами, то есть составляет конституциональную динамику к заболеваниям. В методе SEST устанавливается корреляция между различными структурными элементами краниосакральной системы и динамическими элементами канальной системы. В частности, отдельные кости черепа связаны с основными каналами. Zum Beispiel, einzelne Schädelknochen sind mit Hauptkanälen verbunden. Ну, просто для примера, скажем, затылочная кость связана с почками. Zum Beispiel, occipitalknochen ist mit Nieren verbunden. Допустим, есть нарушение в канале почек. Wenn also eine Störung im Nierenkanal vorhanden ist. В этом случае изменится движение затылочной кости специфическим образом. И таким образом у каждого канала есть своя кость, которая с ним связана и которая отражает его нарушение. И каждый канал стоит в связи с определенным кночком. И благодаря движения этого кночком, можно также из-за струкновенной болезни исправить. И чудесные сосуды связаны, в свою очередь, с твердой мозговой оболочкой. И нарушение в чудесных сосудах будет проявляться в изменении тонуса твердой мозговой оболочки головного мозга. Если мы представим, что затылок у нас представляет собой север на компасе. А, скажем, лобная кость юг. Таким образом, нормальная динамика, нормальное движение твердой оболочки вот этого серпа мозга, она сориентирована по оси север-юг. Если мы выслушиваем, а это при определенной тренировке вполне возможно, выслушиваем движение оболочки. То в норме мы будем ощущать движение вот по этой сагитальной, так сказать, в этой сагитальной плоскости. Для каждого чудесного сосуда в случае нарушения появляется специфическое отклонение от этой нормальной оси. И, подождите, вы знаете, какую-то сагитацию нарушение? Получается, что на линейный тренировке, да? Да, да. И, подождите, какое-то сагитацию нарушение от этой сагитации. Например, вот эта линия, которая образно нам проходит с северо-западным направлением. То есть, в случае нарушения в чудесном сосуде изменено натяжение оболочки. И ее утягивает вот в направлении северо-запад. То есть, понятно, что все индивидуально. В зависимости от того, где имеется точка тканевой фиксации, этот вектор будет немножко разниться. И так, мы можем увидеть для каждого чудесного сосуда свой вектор натяжения в случае нарушения. То есть, если в норме вы научены ощущать вот это первичное дыхание, так называемое, то есть расширение, сужение черепа. И оно в норме симметрично по отношению к вот этой центральной линии. И в случае нарушения вы чувствуете характерное отклонение этого движения в зависимости от того, какой чудесный сосуд нарушен. Но если у него есть стёрд, то, в зависимости от того, кто улучшен, то, как улучшен, это движение улучшает, в любом и в любом направлении. Я понимаю, что это звучит немножко непонятно, но на практике, когда мы обучаем вот этому навыку слушания, это становится понятным очень быстро. Но если мы пытаемся, это ползать, это отзывая, это отзывая, это отзывая, это будет всегда klar. Спасибо. 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 В качестве вспомогательных диагностических средств используются особые положения пальцев или рук, hand modes или мудры. Эти же модели могут использоваться и для коррекции выявленных нарушений, как дополнение для работы с точками управления чудесных сосудов. Эти модели могут также быть использованы для коррекции, как дополнительные средства, если мы работаем с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения. Ой, сейчас вам будет больно. Так, хотите на английском? И попробуйте, я не такой, это же ведь танк или как это называется? Ладно, немножко предыстории. Я когда искал вот этот вот hand modes или мудру, для того, чтобы переключить восприятие на чудесные сосуды, я попробовал много всяких вариантов, но они все были неудовлетворительны. И в какой-то момент я обратил внимание на то, что вы в своей работе наверняка часто наблюдаете. Например, когда вы работаете с младенцами, Вы наверняка замечали, что младенцы часто складывают руки вот таким образом. Мне это вначале мешало в моей работе. Потому что, когда работаешь с Младенцами, любое изменение положения, так сказать, пальцев, оно влияет на то, что происходит у тебя под руками. И если у вас с таким способом работает, то беспрошенка от себя. И я, конечно, немножко раздражался, потому что мне мешает. Я просил родителей, маму, чтобы она держала руку, чтобы ребенок ее не складывал. И в какой-то момент я вдруг подумал, что ты делаешь, ведь ребенок зачем-то это делает. И когда я, скажем так, прислушался внимательно, то я увидел, что когда ребенок складывает руки таким образом, то вот это динамическое нарушение начинает выравниваться. И я начал, так сказать, применять это положение рук у взрослых в том числе. И заметил, что это позитивное влияние на динамику чудесных сосудов. И каково же было мое удивление, когда через какое-то время в одном даосском тракте я нашел это положение рук. И оно как раз использовалось начинающими практиками для работы с чудесными сосудами, для самостоятельной работы с чудесными сосудами. И оно даже имеет, так сказать, свое специфическое название, китайское, уогу. И эта позитивная позиция имеет также в чинесском языке, который называется «вогу». Что в переводе означает «крепкая хватка». Что можно назвать как «фестный гривень». Это на самом деле точная цитата из тракта Лао Цзи, Дао Дэцзин. Таким образом подтвердилась моя эмпирическая находка, подтвердилась на самом деле существующей тысячелетиями практикой. Значит, классически это мудро выполняется следующим образом. Пальцы прикладываются вот к четвертому, третьему пальцами. Вот так вот. Третий, четвертый палец. И закрывается в кулак. Когда есть нарушение в чудесных сосудах, или когда мы хотим проверить, есть ли нарушение в чудесных сосудах, мы просим пациента сложить руки таким образом. Если вы научены выслушивать движение костей черепа, движение оболочек, то, если было нарушение, а вы взяли эту мудру, то динамика тут же начинает выравниваться. И если чудесные сосуды не участвуют в нарушении, то при взятии этой мудры динамика наоборот ухудшится. Наоборот, хуже станет движение. На самом деле это можно применять и при использовании мышечного теста. То есть, если при тестировании индикаторной мышцы на одной руке вы второе возьмете, Если чудесные сосуды участвуют в нарушении, то произойдет ослабление мышцы. Но для каждого чудесного сосуда есть своя специфическая мудра, что позволяет нам точно назвать, какой чудесный сосуд нарушен. Каждому außerordentlichому герой имеет свой фигмент модуль. И тогда мы можем знать, какой герой 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 стерилизации. Значит, вот эти, так сказать, максимальные фаланги являются зонами, отражающими чудесные сосуды. И мы прикасаемся вот таким образом. Каждый пальчик у нас отражает свой чудесный сосуд. И каждый фингер entspricht на этой таблице мы как раз видим название чудесного сосуда. Какой палец ему соответствует. Точки управления. И вот эти условные стороны света для ориентации. И вот эти условные стороны света для ориентации. Надо еще сказать, что при нарушении как в основном канале, так и в чудесных сосудах Будет происходить остановка движения твердой мозговой оболочки, но уже спинного мозга. Дуроматер, но спинного мозга. Дуроматер, но спинного мозга, но спинного мозга. Ничего, осталось 10 минут, прорвемся. Дуроматер, но спинного мозга. То есть идея в том, что если все в порядке, у нас все время присутствует движение в ней. А в случае нарушения на уровне какого-то позвонка происходит остановка. У нас всегда практически в 90% нарушения в паре чудесных сосудов. То у нас будет остановка в двух специфических Сегментах. Вот здесь они и отмечены, эти Сегменты. В большинстве случаев воздействие осуществляется на стандартную пару чудесных сосудов. И в этой паре один чудесный сосуд главный, он называется сосуд хозяин. А другой дополнительный, он называется сосуд гость. Как правило, хозяин будет на одной стороне, а гость на другой. Таким образом мы видим, что в большинстве случаев нарушение оно как бы по диагонали. В случае, если вот мы эту диагональ обнаруживаем, опять в большинстве случаев у мужчин хозяин будет с левой стороны, а гость с правой стороны. В большинстве случаев есть гость на левой стороны, а гость на левой стороны. Женщин наоборот. И в большинстве случаев у мужчин есть с левой стороны. Теперь, поскольку у нас натяжение твердой мозговой оболочки, вот в этой сагиттальной плоскости, в случае нарушения чудесных сосудов тоже отклоняется. А твердая оболочка прикрепляется к внутренней поверхности костей черепа. В большинстве случаев вдоль вот этого сагиттального шва, то в шве тоже возникнут точки фиксации. В таком случае появляются в этой сагиттальной плоскости, вокруг которых костя будет ненормально двигаться. То есть, по сути дела, эти точки являются наручной проекцией. То есть, по сути дела, эти точки являются наручной проекцией. И мы можем их использовать как дополнительный объект для диагностики и для лечения. Для Чунмай, для чудесного сосуда Чунмай, точка фиксации расположена примерно в районе 20. точки Думай. Для парного ему чудесного сосуда, Инвей, точка фиксации расположена следующим образом. Мы делим вот этот вот коронарный шов. Мы делим сутура коронарис от центра на четыре отрезка. И точка будет расположена в середине третьего отрезка. И я сейчас на картинке там будет показать. Я сейчас на картинке там будет показать. Я сейчас на картинке там буду показывать. Для ду май, точка фиксации расположена в районе 18. точки Думая. А для парного ему Янзяо мы делим затылочный шов на четыре отрезка. И точка будет на границе между третьим и четвертым отрезками. Для Женьмая точка расположена на границе первого и второго отрезка коронарного шва. Для Женьмая точка расположена на границе первого и второго отрезка затылочного шва. Для Янзяо лежит на границе между первого и второго отрезка коронарного шва. Назовем затылочный швы. Для Янзяо точка фиксации будет приблизительно в районе девятнадцатой точки. И для парного ему Янвея точка фиксации будет в районе Брэгбэ. И для Янвея точка в районе Брэгбэ. Сейчас мы увидим. То есть теменные кости вы видите. Вы видите париетал-кнохен. Сагитальный шов. Сутура сагиталис. Коронарный шов. Сутура короналис. Затылочный или ламбдовидный шов. Сутура окцепиталис. И теперь точки. Для Чумай. Для Чумай. Для Инвэй. Для Инвэй. Для Думай. Для Янзяо. Для Янзяо. Для Женьмай. Для Индзяо. Для Дэймай. Для Дэймай. И для Янвэй. И для Янвэй. Таким образом вы можете использовать простую технику. Если вы при выслушивании почувствовали, вокруг каких точек происходит аномальное вращение. Вы можете попросить пациента взять такую мудру. А сами располагаете свои пальцы на паре соответствующих точек. И вы можете посмотреть, как происходит освобождение костей. Я это использую обычно как дополнительные техники. Я использую это как дополнительные техники. Потому что основная работа идет через точки управления чудесными сосудами. Потому что важная функция происходит через точки управления чудесными сосудами. Вот примерно как в СЭС мы относимся к чудесным сосудам. В таком случае она достаточно легко осваивается на практике. Но это можно очень легко практично использовать. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Я благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы... Если вы вопросы... Александр, ты понимаешь что-то, или нет? Спасибо за очень интересный доклад. Было очень интересно. У нас в чате, по-моему, вопросы есть какие-то. Да, но если вы мне переведете... Сейчас мы зададим. В чате есть в этих журналах с переводом на все языки. Да. В чате, по-моему, в чате, по-моему, в чате, по-моему, в чате, по-моему, в данных журналах. Да. Играя. 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 кературе с уроженными головами. Или у них же самая hand? Я говорю, вот пальцы для этих вот восьми чудесных сосудов с нарушениями, они берутся на обеих руках или на одной и той же? Или на одной руке? берутся на обеих руках. По очереди мы можем проверить, какая рука окажет большее воздействие на динамику. Но еще раз, в 90% у мужчин будет хозяин слева, а гость справа. Но надо проверять, потому что есть исключения. Но надо проверять, потому что есть исключения. Но надо проверять, потому что есть исключения. Хорошо, спасибо. Я не знаю, что это ответит, что ты ответишь, Charlotte? Слышите еще раз в чат. Сейчас еще вопросы. Вы можете быть подожди. Вы можете быть подожди. Вы можете быть подожди. Вы можете быть подожди? Вы не будете против, если я презентацию, которую вы мне прислали? Вы можете подожди. Вы можете подожди? Да. То есть, чтобы мы участникам конференции предоставили на немецком языке эти рисунки. Да. 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 Вы можете подожди. 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 Но это будет было и будет видео, которое будет из Моника Пласкес обнимать и сейчас будет просто от нас измены. А честно говоря, если вы действительно уже делаете, что это все же, может быть много в Live-Demonstrationen und so weiter. Ihr könnt euch das dann sonst auch gerne später nochmal anschauen. In unserem YouTube-Channel werden alle Videos, auch das hier, nochmal zu finden sein.